Депутаты Листинского городского собрания Утвердили бюджет на трехлетний период Также на завершающей осенней сессии Было рассмотрено 12 вопросов Калмыцкое землячество в Санкт-Петербурге Продолжает работу по повышению Вовлеченности уроженцев республики В развитие родного региона А также информированию и привлечению К его национальной культуре и истории В 2022 году запланирован ремонт В 35 школах республики Исполняющий обязанности Министра образования и науки Калмыкии Булган Ангирова подвела итоги года И поделилась с планами на следующий Глава Калмыкии принял участие В семинаре совещания По подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при Президенте России По науке и образованию В ходе семинара была рассмотрена роль Регионов в научно-технологическом прогрессе Вместе с представителями федерального центра Калмыкия также вносит вклад В развитие этого ключевого направления Наш опорный вуз стал участником Самой масштабной программы Трансформации высшей школы Приоритет 2030 Особенно отмечу научно-практическую работу Центра воспроизводства сельскохозяйственных животных И Центра цифровой трансформации Сообщил Хасиков Руководитель администрации Главы Республики Чингисбериков И постоянный представитель Калмыкии В Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Жабин Провели встречу с земляками А также с председателем комитета По межнациональным отношениям И реализации миграционной политики В Санкт-Петербурге Олегом Капитановым Максим Жабин поделился Какая работа ведется в постпредстве И о планах на будущий год Так, постпредство ведет подготовку К организации мероприятий Посвященных 300-летию Встрече Петра Первого и Аюки Хана Также он рассказал о программе По популяризации спорта Среди молодежи и поддержке артистов Для наших земляков Мы арендуем зал для занятий борьбой Поддерживаем футбольную команду Также организовали процесс Пошива новых костюмов для наших артистов Кроме того, в первом квартале Следующего года планируется создать Общественную организацию Калмыцкое землячество в Санкт-Петербурге Стоит отметить, что Подобная встреча с земляками Пройдет в Москве, а также в регионах страны Сегодня архивисты Калмыкии Отмечают знаменательную дату Столетие архивной службы Республики Калмыкия Все эти годы Калмыцкие архивисты Бережно хранят историю И культурное наследие нашей республики Архивы Калмыкии Являются не просто местом Для хранения первоисточников Это прежде всего люди Которые честно и профессионально Делают свое дело Успешно осваивают Новые информационные технологии Архивисты Калмыкии Решают задачи по обеспечению Сохранности фондов В которых собраны Подлинные и уникальные материалы О прошлом и настоящем Степного региона Кроме того, здесь создан Государственный архив Электронной документации На сегодняшний день В хранилищах организаций И учреждений республики Являющимися источниками Комплектования государственных И муниципальных архивов Хранится свыше 600 тысяч документов Сегодня в торжественной обстановке За многолетний добросовестный труд И за большой вклад в развитие Архивного дела республики Лучшим сотрудникам были вручены Благодарности, грамоты и почетные знаки Я поздравляю от имени правительства У вас с такой красивой Знаменательной юбилейной датой Со столетиям образования Нашей архивной службы И разрешите зачитать приветственную адрес Главы республики Бату Сергеевича Хасикова Уважаемые работники Ветераны архивной службы Республики Калмыкия Поздравляю вас со знаменательным юбилеем С столетиям архивной службы Республики Калмыкия Архивный фонд республики Занимает достойное место В составе архивного фонда России Во все времена архивные работники Осознавая свою историческую ответственность Стремятся обеспечить сохранность документов И передать их будущим поколениям Сотрудники службы Принимают активное участие В научных семинарах и проектах Обеспечивают сохранность И государственный учет Архивного фонда республики Вы сохраняете историю нашего народа Без которого невозможно строить наше будущее Примите самые искренние слова благодарности За добросовестный и самотверженный труд За преданность избранному делу Особые слова признательности Выражаю ветеранам отрасли Которые приложили все усилия Для становления и развития Архивной службы нашей республики Мы рады встретиться Вновь с вами В день столетия Нашей архивной службы Перед нами выступала Надежда Васильевна Уже будучи на Пете Она активнее всех архивистов Заботится об истории своего района И выпустила 4 книги И не дает покоя мне И мы вот в 2018 году Выпустили вот книгу По истории депортации Пилитлитского района Ей посвящена Стихотворение Наша поэтесса Ольга Чернышева Но если вот кратко сказать Она пишет Она хранитель Судьб Дат событий Эту вот фразу Можно отнести Наверное ко всем нашим архивистам Которые работают сегодня В архивах Исполняющая обязанности Министра образования и науки Республики Калмыкия Булган Ангирова Провела прямой эфир По итогам года И ответила на вопросы Поступившие онлайн По словам министра Самым значимым событием Уходящего года Стали открытие школы В Малодербетах На 275 мест Дополнительного учебного корпуса В Казачьем Кадетском корпусе В Городовиковске Также исполняющая обязанности Министра отметила Что на март-апрель 2022 года Запланировано открытие школы В Троицком Целиного района Кроме того На базе 20-й школы Открыт Кванториум В Русской национальной гимназии Центр цифрового образования детей Кроме того В 35 школах республики Будет проведен капитальный ремонт Также в целях ликвидации Второй смены в школах В следующем году Запланировано строительство Четырех пристроев На 825 мест Действующим Общеобразовательным Организациям Города Элиста Это Средняя Общеобразовательная школа Номер 3 17-я школа Города Элиста Элистинская Многопрофильная гимназия И 18-я школа Имени Городовикова Также По этим пристроям Могу сказать Что на сегодняшний день Контракты заключены И ведутся уже Плановые работы Говоря о планах На следующий год Ангирова отметила Что на горячее питание Учеников Начальной школы С 1 по 4 класс В следующем году Выделено 179 миллионов рублей Также в следующем году По инициативе Главы Калмыкии Будет увеличена Единовременная Денежная выплата Молодым учителям Так молодым педагогам Которые трудоустроятся В Элисте Выплаты увеличены Со 100 тысяч До 200 тысяч И до 300 тысяч Если учитель Устроится на работу В сельской местности В 2022 году Также увеличен Размер премий Победителям И призером Республиканского конкурса Педагог года Калмыкии Педагогическому работнику Заняшу первое место 100 тысяч рублей Вместо действующих 15 тысяч рублей Педагогическому работнику Заняшу второе место Это 70 тысяч рублей Вместо действующих 10 тысяч рублей И педагогическому работнику Заняшу третье место 50 тысяч рублей Вместо действующих 5 тысяч рублей В Листинском городском собрании Завершилась осенняя сессия Депутаты провели заключительное В этом году заседание На котором было рассмотрено 12 вопросов Среди них Отчет о работе Главы города и листы Депутатов И аппарата Листинского городского собрания Контрольно-счетной комиссии О ходе реализации Городских и целевых программ Внесение изменений В генеральный план Города и листы Основной темой сессии Стал вопрос О главном финансовом документе Представленный проект бюджета Напряженный Сформирован Исходя из достаточного И необходимого Объема финансирования И решения важных задач Отметил председатель Листинского городского собрания Николай Арзаев Бюджет принят Основные характеристики бюджета Это доходная часть 3 миллиарда 733 миллиона Расходная 3 миллиарда 791 Ну 54 миллиона Дефицит бюджета Который не превышает Установленный предел В бюджетном кодексе Основная часть Средств Расходная часть Направлена на социальную сферу Это 60 процентов 30 процентов На жилищно-коммунальное хозяйство В общем бюджет Социально ориентированный Есть прибавка И по доходной части И по расходной Это говорит о том Что город развивается Все поступательно Развивается И у нас будет Реализация программ По национальным проектам По индивидуальной программе развития И новые программы Стимулы будут строительства школ Законопроект на предстоящий Трехлетний период Уже содержит максимальный Доступный комплекс мер И социальных обязательств Которые городской бюджет Может гарантированно Обеспечить сегодня Не нарушая сбалансированности И устойчивости Финансовой системы Это результат Длительной и скрупулезной работы Всех участников Бюджетного комитета Направленной на улучшение Качества жизни горожан А также укрепление Материально-технической базы Образовательных и культурных учреждений Были пройдены ряд кабинетов В том числе и в федеральном центре И наконец-то мы официально Не аморфно Официально вошли в программу Которая подписана сейчас Между Министерством образования Республики Калмыкия И Министерством просвещения И Министерством строительства Российской Федерации О том, что выделяют Непосредственно в город и листа 13 объектов образования Капитальный ремонт В том числе это и ремонт Капитальных кровель И внутренняя и внешняя отделка Включая кухонное оборудование Более того, по образованию Мы еще получили дополнительное средство На 4 пристроя Что касается аварийного переселения По аварийному переселению Мы идем впереди программы Мы знаем, что в том году Сдали дом на Некрасово В этом году мы сдаем По 7 числа официально Улица Хомутниково, 113 44 квартиры Этот дом мы должны были сдавать По программе в 2024 году Мы настояли на то, чтобы нам разрешили Раньше срок эти деньги освоить и построить Чтобы дальше показать Что листа умеет осваивать деньги И мы можем строить такие дома Что получить дополнительно За счет средств Перераспределения В федеральном центре За счет тех регионов Которые не справляются И дополнительно получить деньги На новые дома Соответственно, параллельно Проводилась экспертиза Домов, которые есть Аварийные в городе И проведен полностью Был вообще в целом Монтеризация Сколько аварийного Жилья в городе Кроме того, в ходе заседания Депутатами был рассмотрен вопрос Об инициативном бюджетировании Где непосредственное участие Принимают и жители города Они выбирают объекты На которые будет выделено финансирование А затем следят за реализацией проектов В случае победы проекта В конкурсном отборе Республика выделяет На его реализацию средства Часто при условии Софинансирования Из местного бюджета За счет организаций и горожан Объект, построенный Или отремонтированный В результате реализации проекта Поступает на баланс Муниципалитета Она предусматривает 10% финансирования Населения 20% бюджетом города И 70% бюджет республики Направлена на Социальные вопросы Такие как Городская среда прежде всего Но там есть такой нюанс Что за счет этой программы Можно решать вопросы И водопровода Водоотведения Тротуаров То есть там много Куда можно направить Эти бюджеты Нужно подавать заявки Нужно участвовать В реализации этой программы И депутаты По каждому округу Взяли Скажем так Обязательство Не менее двух Детских площадок За счет этой программы Реализовать А теперь Кооперативные сводки Регионального Минздрава За последние сутки Выявлено 19 новых случаев Инфицирования COVID-19 17 человек Выписаны с выздоровлением 152 граждан Госпитализированы В инфекционные больницы В тяжелом состоянии 14 пациентов Из них 5 на ИВЛ Режим домашней изоляции Соблюдает 551 жителей республики В Калмыкии Завершилась благотворительная акция «Мой бизнес помогает» В рамках которой Предприниматели И неравнодушные жители республики Собирали подарки Детям из многодетных семей Данную акцию Оригинальные центры Мой бизнес проводят Не первый год За это время Была оказана помощь Не только детям Но и социальным учреждениям В этот раз В новогодние акции Приняли участие 13 предприятий Их представители Передали детям Канцелярские товары Игрушки и книги Вы знаете На самом деле Очень удивило меня То что Наши сборы По сравнению с сентябрем Когда мы также Собирали подарки Нашим детям В школу Сейчас эти сборы Превысили В 4 раза практически Те сборы Так сказать И в рамках Вот этой нашей Федеральной акции «Мой бизнес помогает» Все больше и больше Людей откликается За это конечно Огромная благодарность Нашим предпринимателям Благодарность Сотрудникам Нашего центра «Мой бизнес» За то что Они взялись За вот этот процесс Он на самом деле Не самый простой Все собрать Привезти Перевезти Учет Всякие бумажки Мы заполняли Для того чтобы Все было максимально Прозрачно И открыто Главная цель Сделать так Чтобы наши детки Этот Новый год Встречали чуточку Счастливее Чем могли бы Собранные подарки Были переданы В республиканский Комплексный центр Социального Обслуживания Населения По словам заместителя Руководителя Светланы Хинеевой На сегодняшний день Центр посещает Более 300 детей Помимо этих подарков Детей ждет И новогоднее представление С Дедом Морозом И Снегурочкой И каждый ребенок Получит еще И сладкий подарок Когда прошла информация Когда прошла информация В интернете Что мой бизнес Проводит эту акцию Люди откликаются Звонят Приходят Приносят И я заметила Что сейчас Состояние людей Которые это делают Оно у них Знаете Добровольное Оно добровольное И идет именно Вот именно От чистого сердца С желанием помочь Я думаю Что Я не ошибусь Если скажу Что все наши дети Которые обслуживаются В нашем социальном центре Их 305 человек Семей У нас около 180 семей Они будут очень рады На Новый год Получить подарки Выпуски новостей Также другие передачи Нашего телеканала Смотрите в цифровом Общении канала ОТР На 21 кнопке В IPTV Зеленой.Ростелеком И на официальном аккаунте В Instagram Reacallam.ru На этом у меня все Всего доброго И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин